вот если у вас вопросы какие можете задать у вас там можно смотреть можем наши ресурсы назвать у нас большой видеоканал есть во свете библии называется видите как вот бабка главное заставляет или что там внучка показывать сиськи да что же такое это разрешает ну разрешаю да разве же можно тут собрались люди нехорошие им ничего не надо они не жениться ничего не будут они только пакости делают как жеребцы господи помилуй ты бабки то скажи ты баба в уме или нет то ты что же делаешь то ты наоборот скажи повисни на шею внушки на нигде ничего не показывала кому это надо никому правильно а тебе сколько уже лет двенадцать двенадцать да ты юноша уже большой отрых хотя но большое у тебя рассуждение хорошее а библии то у вас дома нету нет а храм у вас далеко православный ну где-то в середине города ну ты когда-то бывал в нем да когда крестили крестили когда так вот попроси родителей чтоб купили молитва слов и евангелие это не так и дорого и у тебя дома будет все ты можешь читать молиться богославить а если я нужен нужен будет зайди по скайпу игнатий лапкин запиши по скайпу но у меня нет скайпу а наш канал знаешь во свете библии нет а запиши во свете библии давай запиши у нас пятнадцать тысяч сто роликов все написал игнатий лапкин записал да да во свете библии там найдешь ну хорошо тогда с богом до свидания воистину воскресе умница мой вот мы людям говорим что здесь беда какая что делают мужчины женщины и показываем им книгу нашу чтобы по ней надо жить что христос умер за нас и всем прелюбодеем грешником пьянисом суд вечный грозится огонь они ничего не знают ну вот видишь как если у вас есть вопросы какие вы можете мне задать я постараюсь ответить вам а на пасхальные дни христос воскресе будет 40 дней приветствовать ну вам что сказать можем мы строим из мануле с нуля православную деревню где все верующие где первый вопрос чтобы доказали что не лгут не пьет не курит не матерится не ворует и тогда мы разговариваем с ним а тогда я вам не подхожу не подходите так мы не зовем а просто оповещаем мне кажется это невозможно возможно уже 27 лет существует мы с первым делом регистрацию получили с краевого совета в отделе юстиции зарегистрировались получили землю земли немного у старости только 450 гектар а я про другое я говорю невозможно не врать все врут нет не все знаете когда меня судили за слово божие ты судя переспрашивает а один выступает он теперь доктор богословских наук и говорит вот игнатий как раз из тех которые ни под каким видом ложь не допускают иногда говорят можно солгать для спасения человека но у него этого нету я буду молчать или говорить только правду всегда и суд не нашел нигде ни одного лживого слова там до бабки все расследовали интересно а с какой в области где в алтайском крае деревне мама тыска район далеко я из владимирской области а у нас рядом под стёп на село женя долгов у него 6700 гектар до в самом колхозе меньше чем у него а началась мало начинал там ну гектар 40 было не было начинал со свеклы другое а сейчас у него видимо пивзавод берет там 2000 что ли гектар только ячмень пока вы чем занимаетесь но у нас скажет свое животноводство держит коров там себя обеспечивает огородом все что нужно там одни куриц держит другие свиньи батюшка у нас держит овечек около ста штук молодежи много у вас нету молодежи молодежь подрастает все в город едут учиться мы молодежь не можем удержать никак за нашими невестами едут то из америки то из франции за женихом приезжают вон как даже то из германии то греция мы за границу их отправляем там они проповедуют понятно понял вас у нас была миссионерская поездка большая мы из барнаула доехали до владивостока а потом вернулись домой доехали до лиссабона португалия у меня 38 книг вышли из печати и господь мне на сердце дал подарить библиотеке мира и мы 650 городов посетились скандинавию прибалтику север турцию обошли и во все библиотеки я дарил полный комплект а он стоит 750 евро один комплект здорово здорово конечно мы когда на восток ехали у нас ежедневно получалось одна тысяча и 30 километров в день в среднем отбой в 10 подъем в 2 да это есть что вспомнить и мы все снимали у нас все это заснято в интернете стоит у нас youtube канал вот здесь называется во свете библии во свете библии у нас 15100 роликов там 15100 роликов значит во свете библии игнатий лапкин надо поставить и игнатий лапкин это я а если вам будет желание в скайпе встретиться вы я один с этой фамилии вы меня сразу найдете игнатий лапкин все записал вот а вот если через google зайдете во свете библии также игнатий лапкин сайт там найдете наш сайт это не youtube там море информации море там и все книги и 50 книг которые я насчитал господь позволил мне аудио архипелаг гулаг библию это все найдете в интернете очень богатый материал там я отвечаю студентам на 4 124 вопроса политика экономика социология работа семья огромные огромные ответы по библии по святым отцам это на сайте да я посмотрю мне интересно да очень даже богатый материал как меня судили там есть когда я вернулся реабилитирован 11 лет шел суд и потом я его выиграл это было все непросто как получить получать это все было это все позади и мы ни разу нигде не солгали и конечно для судей было удивительно когда следователь меня допрашивал ну вот вы говорите так а там допрашивают допустим в белоруссии еще 86 год был советский союз а они говорят не так кому верить я говорю конечно им речь шла о моих катушках которые насчитаны кто им дал они друг у друга переписывали так он себя помнит а у меня их людей там уже тысяча было где я помню то поэтому я сказал что я давал всем он говорит он мне не давал мне дал другой так они переписывали в обвинение мне это все ставили в обвинение а в обвинение там нечего было и ставить рогозина существует ли загробная жизнь вопрос это какие кто же этот о христе ярло пести проповеди протестантский такой радио проповедник был интересно ну да и что интересно вот у меня шел суд когда я освободился 11 лет общий значит капитал который они меня изъяли 11 миллиардов недоминированные еще были и 11 лет шел суд и я процесс выиграл а им платить нечем и отдали в центре город где я сижу здесь 13 соток и два здания и мэр города приехал каторжнику отдает и все сфотографировались и центральной газете было и москва печатала это интересно все так было почему мы надеялись на бога молились не проклинали никого и господь так вот сделал как-то мой брат священник и говорит мы тут собрались у нас трапезная хорошо что брата посадили о том сейчас негде собраться было а напротив суд краевой где его суд прям рядом у меня суд краевой где меня судили а теперь там музей искусства литературы и истории а я пришел туда и им говорю так для меня это дорог ну и подарил им несколько книг своих там как раз фотографии я арестована еду и цветы летят оброза я обязательно посмотрю это интересно у нас книги очень вот новый завет с полным толкованием с откровением вместе трехтомник выпустили мы и впервые за 2000 лет вышел такой материал весь новый завет по толкованию святых отцов с первого века как понимали места библии кроме того я даю 297 комментарии усиливая то сказал златоус а я еще пишу кирилл русалимский серафим царовский что сказали на это каждый к том 752 страница и с закладками закладки света российского трехозного флага красный синий белый я очень люблю этот флаг я доказываю что он божественный такого флага мировой истории не было и не будет и он гонит для любого государства для любой религии страна у нас правда но сажали а потом эти же самые люди за мной приезжают я много лет вел занятия в университетах пяти сразу в 13 школ во всех пяти отделах милиции городском краевом у воды в частях и три радиопрограмма регулярно одна была как называют онлайн и все это а как же вас хватило да как хватало у меня на сон уходила в среднем два с половиной часа в сутки только меня на машине один из поздно уже возвращаюсь вижу машины около дома стоят выходят два полковника и говорит мы решили зафрахтовать самолет чтобы вы на самолете успевали во всех воинских частях выступать такой спрос был и и она сняли фильмы государстве на таких бобинах делали то и фильм занял первое место на международном киноконкурсе это все на нашем сайте и фильмы стоят предчувствие называется режиссер кузнецов а второй фильм о моей биографии златоус из потеряевки деревню строим он занял первое место в россии среди документальных фильмов о православии человеку невозможно сделать правильно вы говорите но господь бог благословил это все и он за за 9 лет которые книги издавал за компьютером провел больше 30 тысяч часов в книгу гениса говорит занесли 30 тысяч и за это время у меня вышло 38 томов и версткой занимался и фотошопе работал а мне уже 80 лет теперь да ничего себе ну и когда говорят да у меня три голубят не две в деревне одна здесь я туда-сюда лажу голубям и была статья центральной нашей газете крупно так написано у злого человека голуби не живут я подтверждаю действительно так ни у одного злодея голубей не на нем не мог найти просто запросы делал а вот у брежнева были голуби были до зыкова держал зыкина людмила держала в ней хорошие были голуби породистых зыкина это 3 надо певица вот так голубь единственное животное из птиц которая характер человека смягчает вот курица кудахчит уже через полчаса и гуси гогочит уже надоело голубь паркует целый день у меня в коробке дома еще голуби идут и и на крыше и никогда не надоест как бальзам они как будто стон вот так вот я их полюбил когда мне было пять лет у меня это описано я влюбился в них пятилетний меня с места не могли сдвинуть когда увидел голубку учетом дворе тоже какой-то мужичок держит голубей прямо во дворе сколотил голубя держит ой лазит белые голуби о россии я как-то сестре задал вопрос она и старообрядцев я говорю проверю старообрядцев где держит голубей во всей стране не могли найти почему а они такие когда храм строили до коней голубей камнями кидали даже бабки всего хорошего ну значит спаси христос на раз старообрядец рядом стоит недоволен но я правду говорю это действительно так